SCP-1509. Клинок перерождения. Класс объекта безопасный. Особый слой содержания. SCP-1509 хранится в сейфе в складской зоне 08. Доступ к SCP-1509 ограничен нуждами тестирования и ухода за объектом. Сотрудники, получившие незначительное ранение посредством SCP-1509, должны быть немедленно госпитализированы и находиться под наблюдением. Любой пострадавший от SCP-1509 должен находиться под наблюдением до заживания раны. После чего ответственный врач, проинформированный об эффектах SCP-1509, должен оформить письменное разрешение на освобождение субъекта. В случае, если пострадавший не является сотрудником фонда, перед его освобождением применяется обработка амнезиаками. В случае тяжелых или смертельных травм, умышленно или неумышленно нанесенных при помощи SCP-1509, у субъекта должен быть помещен в охраняемое медицинское учреждение в течение 30 минут после получения травмы. Сидирован или обездвижен до прекращения эффекта SCP-1509, после чего труп подлежит кремации. Все экземпляры SCP-1509-1, появившиеся из раны, подлежат уничтожению. Экземпляры SCP-1509-2 должны быть немедленно поставлены на содержание и допрошены. В случае агрессии со стороны экземпляра SCP-1509-2, персонал уполномочен немедленно устранить его после допроса. Дальнейшие действия в отношении экземпляра осуществляются на усмотрение текущего сотрудника уровня 2, соответствующего ответственного за исследование SCP-1509. В отношении предыдущих SCP-1509-2 предпринимались такие действия, как немедленное устранение использования в качестве сотрудников класса D, постановка на бессрочное содержание, а также возвращение в общество с предварительной обработкой амнезиаком. Описание. SCP-1509 представляет собой клинковое оружие, похожее на индонезийский паранг. Он имеет примерно 63 см в длину, толщиной 11 мм, в самой широком месте и 48 см стальное лезвие. Металл клинка местами окислен, ручка вырезана в форме головы птицы, предположительно как аду. На фотографии SCP-1509 и его ножны, украшающая их резьба, видна не полностью. Аномальные эффекты SCP-1509 проявляются в случае, если при помощи его лезвия нанесено ранение человеку, далее субъекту. Раны, нанесенные SCP-1509, приводят к образованию аномальных пространственных искажений. При обследовании раны выясняется, что она имеет большую, неопределяемую им, возможно, бесконечную глубину. Это явление имеет место только при внешнем осмотре самой раны. Кажущаяся глубина раны не указывает отрицательный эффект на субъекта, и аномалия не наблюдается при медицинском сканировании тела. Любые посторонние предметы, помещенные внутри раны и отпущенные, исчезают даже если они имеют длину больше, чем глубина, которая должна была бы иметь рана. В зависимости от типа раны, нанесенной при помощи SCP-1509, наблюдается один из двух других аномальных эффектов, обозначенных им как эффект 1509-1 и эффект 1509-2. Эффект 1509-1 Эффект 1509-1 обычно наблюдается, если нанесенная при помощи SCP-1509 рана располагается на конечности или имеет меньше 7 см в ширину. Первоначально она заживает крайне медленно, хотя кровотечение из нее значительно слабее, чем можно было бы ожидать. В течение трех часов после нанесения раны из нее начинают появляться насекомые вида фараонов, муравей. Как правило, от 1 до 15 особей за раз исследования показали, что эти муравьи появляются в ране и непрерывно ползут с точки возникновения в направлении отверстия, но источник их появления обнаружить не удалось. Муравьи не обладают какими-либо аномальными свойствами после выхода из раны, муравьи по неизвестным причинам пытаются уйти как можно дальше от субъекта. Все муравьи, появляющиеся в ране, при проявлении эффекта 1509 ра-1 обозначаются как особи SCP-1509 ра-1. Через 12-18 часов после нанесения рана начинает заживать в ускоренном темпе. В момент полного заживления эффекта SCP-1509 ра-1 прекращается. На фотографии особь муравьев-фараонов, извлеченные из раны, нанесенные SCP-1509 при проявлении эффекта 1509 ра-1. Эффекты 1509-2 обычно наблюдаются, если нанесенная при помощи SCP-1509 рана располагается на шее, торсе, плече или бедре и имеет больше 7 см в ширину. Хотя в редких случаях эффект может наблюдаться и на других частях тела при достаточном ее размере. Как и при первом эффекте, рана, как правило, заживает очень медленно и потери крови из нее значительно ниже ожидаемой. Тем не менее, в течение трех часов нанесения раны, субъект начинает испытывать тошноту, неприятные ощущения движения изнутри раны. В течение предуследующего часа эти ощущения становятся более интенсивными и остро болезненными, как правило, вызывая у субъекта паническую реакцию. После появления болевых ощущений, эффект SCP-1509-2 вступает в завершающую стадию. В период от 20 до 180 минут из раны при помощи перистатистических движений выталкивается экземпляр SCP-1509-2. SCP-1509-2 – коллективное обозначение человеческих существ, обозначенных в ходе эффекта 1509-2. Экземпляры различаются в плане габаритов, кажущегося физического возраста, пола и прочих физических признаков. Экземпляры, как правило, покрыты тонкой мембраной, аналогичной амниотической облочке и прозрачной жидкостью. SCP-1509-2 появляются живыми, но обычно без сознания и неподвижными, хотя некоторые появлялись в полном сознании и физически попытаться ускорить процесс, теряя сознание по выходе из раны. Этот процесс значительно расширяет рану и причиняет субъекту острую боль. Экземпляры SCP-1509-2 проявляют аномальную гибкость тела, проходящая через раны, которые гораздо больше уже их размеров. Эффект SCP-1509-2 всегда приводит к гибели пострадавшего. Субъекты, пережившие обширные травмы, вызванные процессом, быстро впадают в беспамятство и умирают. SCP-1509-2 имеет обычную человеческую анатомию. Каждый экземпляр SCP-1509-2 генетически идентичен знакомому соответствующего субъекта, умершему в течение последних 30 лет, по отличным от старости причинам. Считается себя таковым и имеет соответствующие воспоминания. Если при помощи SCP-1509 нанесена рана человеку, совершившему убийство, непредумышленное убийство или какие-то еще образом, ответственному непосредственно за смерть человека, произведенный экземпляр SCP-1509-2, как правило, идентичен жертве или одной из жертв. Экземпляр SCP-1509-2 не в состоянии вспомнить о каких-либо событиях, имевших место с момента их смерти и до момента прихода в сознание после выхода из раны. Приложение SCP-1509 был изъят из личной коллекции собирателя древностей Засекречена, который, видимо, получил его из археологических раскопок в Засекречена, Индонезия. На основании предоставленной им информации, проведенных фондом исследований, считается, что SCP-1509 использовался в качестве наказания для убийств для убийц в неизвестном племени, обитавшем в дом Исламской Индонезии. В плане использования SCP-1509 существовали строгие правила, ограничивавшие его использование применением в отношении преступников и пожилых или тяжелобольных добровольцев. Плене, пользовавшиеся SCP-1509, похоже, верило в сильную связь между муравьями, кокоду и понятиями смерти и воскрешения, что может быть связано с SCP-1509-2. Продолжение следует...